Я очень материальный человек, но вместе с тем, наверное, вот понятие, что судьба, она есть, присутствует у каждого своя, то есть что-то нематериальное. И вот с Московским Домом Книги, вот как раз вот здесь вот какие-то сказываются, наверное, совпадения или то, что мы называем судьба, потому что я впервые попала в Московский Дом Книги, придя на практику после первого курса института. И я очень хорошо помню это жаркое лето, и Московский Дом Книги был совсем другим. И я помню, психологически очень меня ломало, когда я пришла сюда, и мне надо было сделать вот этот первый шаг за прилавок, потому что это сейчас самообслуживание, и все ходят и гуляют по магазину, и продавцов не видно. А тогда это как первый шаг на сцену. То есть вот здесь вот все люди, толпа, и вот там, где ты один на один. И перед тобой вдруг появляются десятки лиц, вопросов, глаз, которые следят за тобой и оценивают тебя, и спрашивают что-то. И так случилось, что потом, после окончания института, я по распределению попала вот в Московский Книгаторг, это когда называлась Москнига, и проработав там какое-то время, попала в Московский Дом Книги уже как заместитель директора. Интересно, что по жизни всегда получалось так, что книга была в моей жизни все время, потому что вот в те далекие времена книги по-другому относились, и каждый человек пытался, чтобы дома были какие-то книги, и поэтому самое любимое было прийти со школы, не снимая форму, поставить на стол какую-то еду, открыть книгу и сидеть там часа полтора-два, сколько позволяло время, кушать и читать. Это было любимое, и я тогда помню, что Дюма, все четыре толстенные книги и Майн Рид, рыжий еще, как вот сейчас мы говорим, три тома, это все глоталось с таким удовольствием, это вот был кайф или драйв, как сейчас говорится, вот от ощущения того, что ты делаешь и чем ты занимаешься, и тебе никто не мешает. Хотя папа, если видел, что долго сидишь с книгой, ругался в плане того, что «а, сделай ты уроки», потому что вот это было обязательно, прежде всего уроки, а чтение как-то это вот, ну, типа развлечения, хотя сейчас уже понимаешь о том, что чтение – это не только развлечение, это совсем другое, это более глубинные процессы, которые происходят в человеке, который читает, это и развитие каких-то творческих возможностей, и это отношение, и оценка каких-то жизненных ситуаций очень во многом связано с тем, что ты читаешь и откуда ты черпаешь вот свои какие-то первые представления о чем-то.